Миром, дорогие друзья, жизнь человека проходит в делах и заботах. Каким бы ни был пенсионный возраст, он неуклонно наступает. Как и где люди видят себя в старости, сегодня узнаем. Какой ты себя видишь в старости? Честно говоря, не очень вижу, до пенсии не планируешь доживать. Я еще пока что молод. Классным таким в татуировках. Счастливая и богатая. Честно, еще пока не знаю, не определился. И старость должна быть обеспеченной, защищенной. Понятно. Обязательно. То есть вы будете защищенными и обеспеченными в старости? Да, надеемся. Каким вы будете, чем будете заниматься? Какие у вас смыслы про это? Буду работать. Я думаю, что если мужчина, он будет забота и способности, он должен работать. Ухаживающийся за внуками. Двое внуков, правнуков. Как они вас будут называть? Госпожа Мазина. То есть вы будете жить, чувствую, во дворце, так понимаю, да? Было бы неплохо жить в Германии, если бы я воевала. Там бы у меня была бы хорошая пенсия, но я не воевала, потому что поздно родилась. Просто сейчас у меня была бы хорошая обеспеченная жизнь. Хотя на самом деле я очень люблю свою молодость в Симферополе и в Крыму. Вообще, какая идеальная старость для вас? Вот та, которая будет, та и будет для меня идеальной. Все зависит от меня по факту, правильно? Обеспеченная семьей. Рядом должны быть близкие люди, должны быть всегда поддерживать. Внуки, внуки, тут бегают внуки. Да, и вы такой сильнейший. Сил на них не хватает, да, они в себе деда, деда. А правнуки? Да, ну это прям джекпот, когда. Если у вас детей не будет, то у вас будут сразу внуки, я так понимаю. Когда люди должны выходить на пенсию? Может к 45, мужчинам к 50. 50, может к 48, где-то так. К этому возрасту люди уже нарабатывают себе на пенсию. И имеют полное, да, имеют полное право уже жить для себя в основном. Лучше 28. Я вообще не планирую, зачем это? Пенсионный возраст меня не интересует. С кем будут ваши родители в старости? С кем они будут? Со мной. Во дворце. Со мной. Ну у нас четверо детей, и, как я поняла, с моим младшим братом. Последний ребенок в семье. Мои родители? Не знаю, там, где сами захотят, наверное. Ну в одном городе. Я не думаю, что как бы в одном доме, это шутки про пентхаус, но в одном городе буду приезжать. Ну вообще они планируют жить отдельно от нас, чтобы не мешать нам. Сегодня пенсионерам часто отводятся специальные учреждения государственного, муниципального или частного коммерческого типа – дома престарелых. Согласно опросу Левада-центра за 2015 год, 53% россиян считают, что уход за пожилыми людьми – дело родственников. 34% возлагает ответственность за стариков на государство. В 2018 году исследование Института общественного мнения «Анкетолог» уже показало, что 76% из более 5000 опрошенных принципиально не против переселения людей преклонного возраста в дома престарелых, не согласно с ними только четверть. По мнению датских ученых, нехватка общения с близкими является причиной многих проблем со здоровьем – от глубокой депрессии и онкологии до сердечно-сосудистых заболеваний. Собранные в кардиологических отделениях клиник Копенгагена в 2013 и 2014 годах данные 14 тысяч жителей города показали, что одиноких пожилых людей уходило из жизни в два раза больше, чем семейных. Результаты проведенного в США исследования, в котором участвовали более 300 тысяч человек, свидетельствуют о том, что социальная изоляция является столь же вредной для здоровья, как и выкуривание 15 сигарет в день или алкоголизм. Согласно данным ученых, нехватка семейной поддержки относится к факторам повышенного риска смертности. Ввиду низких пенсий и увеличения пенсионного возраста вкупе с кризисом традиционной семьи и морали в нашей стране все это звучит почти как приговор. На Западе очень хорошее отношение, лояльное к домам престарелых. Какое ваше отношение? Это хорошо или плохо? Я думаю, да, потому что там ухаживают, как ни крути, за пенсионерами. Ну, исходя из американских кинолент, им вроде там неплохо живется. Тусовка, там старички, кружки по интересам. Ну, я ничего плохого не думаю. Если человек ко мне какому ухаживает, то почему нет? Если родитель сам принимает это решение, мне кажется, конечно, можно это делать. Смотря какие дома, опять же, смотря где. Если бы где-то сделали дом престарелых в Ялте на берегу, конечно, там с нормальными условиями, но почему нет? Ну, двояко. Это же уже зависит от самого старичка. Как у него будет настроение там тусоваться? Конечно, может быть кто-то, если есть такие пожилые люди, которые очень любят общаться именно в домах престарелых. Но я считаю, что нет. Близкие люди должны быть рядом. Мне кажется, со мной бы было лучше, несмотря ни на что. Какое ваше отношение к этому? Отрицательное. Как детдом, только для взрослых. Наверное, отрицательное. Это кочунство. Я не признаю, если есть человек, у него есть дети, он должен обеспечить. А если нет, то будет заботница государства. Родители нас родили, поставили на ноги, и наша задача потом точно так же их досмотреть. А вообще достойный ли это выход для современного человека отдавать своих родителей дома престарелых? Вот я уже сказал, что они должны быть сыном объеме или дочерью. То есть это недостойное уважение? Нет, это недостойное, это не уважение. Дать своего родителя, ну это просто грех брать на свою душу. Уважительное отношение к старшему поколению – неотъемлемая черта мусульманского общества и аврамической традиции вообще. В Коране говорится, твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». В Библии также достаточно много сказано об уважении к старшим, что может стать причиной долголетия. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Самая высокая продолжительность жизни в России зафиксирована в мусульманских регионах. По данным за 2017 год, лидеры Ингушетия и Дагестан. Возможно, что дома для престарелых являются вариантом вынужденного размещения для одиноких бабушек и дедушек. Но когда при наличии живых, здоровых и материально обеспеченных детей пожилые люди оказываются в этих местах, это выглядит крайне ужасно и бесчеловечно. Почтительное отношение к старшим является ключевой в рамках Исламского этического кодекса. Дети должны любить и уважать своих родителей, заботиться о них и поминоваться их мудрым решением. Проявляйте заботу о близких, ведь они вложили в вас столько сил и внимания. Позвоните родителям прямо сейчас, спросите, как у них дела и чем можете помочь. А если ваших родителей уже нет в этом мире, помолитесь за них. Миром, дорогие друзья, пока-пока.